Здравствуйте, это Олег Александрович Корчагин, руководитель из-за студии Красный Квадрат при городском Доме культуры Юбилейный. И мы, наконец, заканчиваем наш цикл онлайн-уроков, посвященных теме модернизма и завершающей его фазы постмодернизма. Надо сказать, что постмодернизм, о котором мы говорили на прошлом занятии, это очень сложное, многоликое явление, описать которое достаточно трудно. А современное искусство является его частью, которая достаточно парадоксальна и характеризуется эстетическими провокативностями. И в то же время то, о чем мы говорили на прошлом занятии, то есть цитатность и ремейк, и апроприация, это только лишь одна из характеристик современного искусства, он далеко не полный. И тем не менее, давайте посмотрим те работы, которые вы прислали. Но сначала остановимся на работе Натальи Макарихиной, которая осталась нерассмотрена из позапрошлого занятия, когда у нас была тема «Абстракция». Вот работа Натальи Макарихиной, сделанная ей на планшете. В общем, она чем-то напоминает немножко кубистические работы, немножко суплематические работы. Но в целом это всё-таки работа, ассоциирующаяся с чем-то техническим, техногенным. Хотя вот эта вот форма, то есть они построены на простых таких вот формах, прямоугольниках, кругах, как вы видите. Но некоторые формы, они всё-таки ассоциируются с чем-то более конкретным. Вот это, возможно, лампа, возможно, глаз какой-то, смотрящий на нас. А это что-то вроде вентиля или колеса. Это тоже как будто какая-то техническая часть какого-то механизма. Но в целом это работа такая со своим как колоритом, так и композиционным решением интересным. И со своим настроением, я бы так сказал. Спасибо, Наталья. А вот теперь мы рассмотрим работу Густава Климта. Это уже ближе к нашей последней теме. Густав Климт – это замечательный австрийский мастер сецессиона или модерна. Не путайте, конечно, с модернизмом. Это конец XIX века, начало XX. Он вот здесь представлен в виде такой вот интереснейшей декоративной композиции с элементами такими декадентскими немножко формами, насыщенными опять-таки декором. Вот здесь вот что-то такое вот золотистый абстрактный фон, напоминающий древние фрески или древние мозаики. И вот что сделала с этой работой Анна Фролова. То есть она нарисовала по мотивам поцелуя Климта свою версию, на мой взгляд, очень ироничную и замечательную. Она вот перенесла влюблённых в интерьер такой типичной нашей квартиры с полкой для книг, с телефоном, с часами, с вот таким достаточно типичным ковром, висящим на стене, с этим вот знаменитым одеялом, которое можно увидеть было в поездах, даже с куском матраца. Вот и в то же время в такой вот вроде бы неприметной квартире происходит акт поцелуя Климтовского. Так что, по-моему, очень оригинально и необычно. Спасибо Анне. Это работа знаменитого нашего Павла Федотова. Это замечательнейший художник первой половины XIX века. Это такой наш русский, я бы сказал, малый голландец, то есть такой жанрист, написавший много картин на тему российской жизни первой половины XIX века. Это сватовство майора. И вот что делает с ней наша Людмила Лудченко. Она изменяет композицию. Майора не видно, но видна какая-то странная сцена, убегающая девушка. И она ещё что делает? Она надевает священнику очки, и он теперь становится похожим чем-то на меня. Я думаю, что Людмила решила пошутить. Но ирония вообще свойственна для искусства постмодернизма. Но, может быть, жаль, что вот здесь мало низа, тут, возможно, бы кошечка не помешала. Но, тем не менее, спасибо Людмиле за её вот такую ироничную несколько работу по мотивам Павла Федотова. Работа Гранта Вуда, американского художника, сделана в 30-е годы. Этот стиль близок к новой вещественности, которая была распространена в Европе в те годы. И это очень знаменитая работа, изображающая американского пастора протестантского на фоне вот его дома. Собственно, вот окно в таком готическом духе сделано. Это его жена, виллы. Мотив вот тут вот этих шпилей. Вот здесь вот, видимо, шпиль церкви. Это очень знаменитая работа. На неё тоже множество есть ремейков. А вот работа Натальи Макарихиной по мотивам Гранта Вуда, сделанная в такой обобщённой декоративной манере. То есть, вот уже фигуры превращаются в какие-то знаки, в чем-то напоминает и Малевичскую серию с крестьянами 20-х годов. Но это всё-таки США. А вот ещё одна работа Валентина Александровича Серова «Похищение Европы», написанная где-то в стилистике, тоже модерн. О стиле модерн в начале 20-го века она где-то сделана. И вот, что делает Наталья Макарихина. Она тоже предельно обобщает формы, усиливает декоративное начало, абстрагирует вот ещё больше. Вот некоторые, тут нет, видите, конкретики в лице. Сама Европа у неё несколько уменьшается. Тоже такое очень оригинальное решение. Это работа Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина, написанная в 1912 году в таком символистском ключе. Очень знаменитая работа «Купание красного коня» с таким вот несколько иконографическим, или, я бы сказал, иконописным подходом в пластике и стилистике даже. И вот она изображает, собственно, купающихся мальчиков, которые вроде что-то и предчувствуют такое. И, возможно, они будут втянуты сначала в Первую мировую, а потом и в революцию даже. Вот что делает Наташа Макарихина. Она сохраняет композиционный строй основной, но превращает это вообще в такую чистую декоративность. И делает такое вот тоже постмодернистическое панно, я бы так сказал, потому что она вот сюда добавляет элемент коллажа, оно вырезано из журнала. У неё получается такая несколько ироничная работа по мотивам Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина. Это работа Нины Михайловой, её собственная. Ну, я бы назвал это какую-то вот эту работу в стилистике скорее, наверное, фавизма или чего-то такого близкого к экспрессионизму. И вот что делает Нина по мотивам своего жены Тюрморта. Она превращает это в графику. Графика напоминает чем-то, графику комиксов. И, соответственно, опять-таки это отсылает нас, видимо, к творчеству Роя Лихтенштейна, американского художника Пупарта. Вот, по-моему, очень интересная версия своего Натюрморта в такой графической манере сделала Нина. Вот, спасибо ей. А вот Ольга Егорова обратилась к моему творчеству раннему. Это вот у меня был такой экспрессионистский период, что ли, или неоэкспрессионистский. Эта работа называется «Юноша и животного». Это начало 90-х. И вот что делает с ней Ольга. Она превращает её в ещё более лаконичные формы. Я бы сказал, несколько иронизирует вообще по поводу вот этого подхода, этих вот фигур, мне так кажется. Так вот несколько... Она ещё более как бы небрежно обрабатывает формы. И вот эти вот грубые штрихи, странная форма, ещё более становятся у животного. Ещё одна моя работа – «Сон Леонардо». Такой экспрессионизм и немножко тут элементы какого-то сюрреализма, что ли. Так как сон. Вот Ольга делает свою версию карандашом цветным. Как-то тоже ещё более гротескно подаёт те формы, сохраняя композицию. Вот ещё одна моя работа. Это... Она называется «Зима». Мне она самому достаточно нравится. Такая тоже экспрессивная. И вот что делает Ольга. Такую очень весёлую, лаконичную версию этой зимы. Это уже не зима, скорее а лето. С таким вот наклонным горизонтом. И, по-моему, работа явно получилась. Но это уже несколько другая, я бы так сказал, работа. И вот, собственно, здесь видно, как можно, отталкиваясь от какой-то одной работы, сделать совершенно другое. И сделать совершенно своё, я бы так сказал. И вот, наконец, мы подходим к нашему последнему автору сегодня. Это Рина Кириллина. Она оттолкнулась от целых трёх произведений. Это вот, в частности, Казимир Северинович Малевич. Работа называется «Портрет...» Вернее, композиция с Джакондой или «Частичное затмение». Написано в 2015 году. И вот здесь вот, ну, в стилистике синтетического кубизма, или в России это называлось кубофутуризм, здесь вот видите элементы кубистические. Кстати, намёк на чёрный квадрат. А вот здесь, видите, он использовал знаменитую Джакондовскую репродукцию. Вот тут важная вырезка. Потом она появится у Рины из газеты или из журнала. Работа ещё одного автора. Это американец Энди Уорхол. Уже 20-й тоже век, 1964 год. Березова и Мерлин Монро. Собственно, Мерлин Монро, она была такой абсолютной поп-дивой и как бы сменила, как вот, она стала символом женской красоты того времени, который сменил другой символ красоты Джакон. Березова и Мерлин Монро, стиль поп-арт. И вот, наконец, ещё одна работа, от которой отталкивалась Рина Кириллина, это Марсель Душан, 1919 год, который вот взял репродукцию Джаконды Леонардо да Винчи. Кое-что и подрисовал, и написал какую-то странную, вроде бы, странную аббревиатуру, которая, если её произнести по буквам, как вот они читаются, то будет казаться не совсем приличная фраза, что-то вроде, что-то вроде у неё там горячо. Вот, и вот, что делает Рина. Она соединяет эти все три работы в такое вот постмодернистическое произведение. Здесь видите и Мерлин Монро, и усы от Дюшана, и передаётся квартира от Казимира Севериныча. По-моему, очень оригинальный ход, и спасибо большое Ирине. И вообще я хочу сказать, что поблагодарить всех, кто участвовал в этом проекте. Большое вам спасибо, что вы работали, трудились, преодолевали зачастую самих себя. И я вот хожу в отпуск, я надеюсь, что мы встретимся уже после моего отпуска, возможно, уже в другом формате, вживую, хотя онлайн это тоже было достаточно интересно. Это был интересный опыт. Большое вам спасибо, и большое спасибо всем, кто мне помогал по технической части. Надеюсь, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok